Нет таких слов признательности нашим братьям в России, чтобы выразить свою благодарность за гуманитарную помощь в наши города. Города, которые находятся под постоянным огнем украинских нацистов. Я не смогу выразить эту благодарность словами, просто не смогу подобрать такие слова. Моя жизнь, жизнь моих близких и всех жителей Новороссии была спасена отзывчивыми людьми с Россией. Мы жизнью своей обязаны вам. Наша судьба зависит от той помощи, которая приходит к нам через границу. Но не все так безоблачно. По сути, к людям приходит только та помощь, которая идет от простых граждан и только через добровольцев, не связанных с властями России. Почему так происходит? Да просто по причине завравшихся и обнаглевших правителей и царей в самой Новороссии. Я не буду утверждать, что такое положение дел по всей Новороссии, но о ЛНР могу сказать уверенно. Из всей той помощи, которая шла официально под российскими флагами, гражданам республики досталось максимум 10%. Из сотен тонн груза к людям попало только пару тонн. Это больше похоже на подачку, наброшенную холопом кость. И виновным во всем этом я считаю именно нынешних правителей ЛНР, так как я очень сомневаюсь, что кто-то рискнет обворовывать бесплатные грузы, да еще при условии видеоотсчетов, а также стоящих на личном контроле ВВП в самой России. А вот тут раздолье для царьков. Один из которых именно Игорь Плотницкий. Именно он отвечал за все 10 гуманитарных конвоев, пришедших с Российской Федерации. Именно этот человек распределял грузы. Но сами луганчане не получили ничего. А вот в луганских магазинах появились в продаже товары с этих самых белых Камазов. Все сказанное мной сейчас я адресую не царьку Плотницкому, так как совести и души у него нет совсем. Я адресую именно представителям России. Разве вы не видите, что кормите только местных олигархов? Разве вам не слышно голоса людей, по-прежнему голодающих в городах? У меня нет оружия, да даже если бы и было, то я не смогла бы пробиться через батальон охраны царя, чтобы раз и навсегда решить проблему. Но такая возможность есть у вас. Вы можете хотя бы потребовать от царька отчетности. Вы можете прислать в села и города наблюдателей из тех же добровольческих организаций, чтобы увидеть действительность. Мне очень жаль, что мои братья, бойцы ополчения Новороссии, погибли только для того, чтобы одну жирную задницу в кресле правителя сменила другая, еще более жадная. Я открыто заявляю вам, граждане Братской Федерации, ваши грузы тут разворовываются местными царьками и лучше буду голодать, чем кормить очередного негодяя.